Приветствую всех друзья! Сегодня поговорим про станок компании Precise. Собственно это французская компания известная своими высококачественными токарными и презерными станками. Поздний станок компании Precise 1964 года был установлен на современной подставки с обстроенным распределительным устройством. Узел бабки был усилен за счет поднятия литья в передней части, чтобы сравняться с центральной линией значительно увеличенных подшипников шпинделя. Система привода также была интегрирована в токарный станок. Четырехступенчатый контрвал с плоским ремнем был установлен за бабкой, а ход ремня закрыт откидной крышкой. Частота вращения шпинделя охватывала 75, 126, 150, 225, 380, 640 и 1000 оборотов в минуту. Хотя это не подтверждено, эта модель, по-видимому, имела систему включения и выключения медленной скорости. Встроенный контрвал закрыт тяжелым литым алюминиевыми пластинами и откидывающейся верхней крышкой. Все сделано великолепно. Precise Type E был токарно-винторезный прецизионный станок с высотой центра 100 мм, установленный на хорошо сделанной подставке с правильно организованным хранилищем для цанг и принадлежностей. 8 скоростей вращения шпинделя от 220 до 2000 оборотов в минуту обеспечивались плоским ремнем с плавным ходом, приводимым в движении от двухскоростного трехфазного двигателя мощностью 690 оборотов в минуту. Необычно то, что не было предусмотрено задней передачей для обеспечения более медленного диапазона. Нарезка винтов осуществлялась сменными колесами через особенно прочный и хорошо поддерживаемый механизм реверса с селектором, расположенным непосредственно за их крышкой, с помощью которого привод мог быть направлен на ведущий винт для нарезки винтов или через понижающую передачу на силовой вал. Последний проходил через фартук и приводил в движение червячную колесную передачу, обеспечивая очень медленную скорость скользящей подачи. Силовая поперечная подача не устанавливалась. Станок действительно очень качественно собран и имел большой спрос в свое время, но сейчас их осталось очень мало. На этом у меня все, спасибо всем за внимание, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok